Малые апллодисменты очень тихие. Теперь бурные аплодисменты. Привет, орбита! Привет, орбита! Интересно, а если я скажу «Пока, орбита!» Пока! То есть вам всё равно что кричать? Нет! Привет, орбита! Привет! Ну что ж, мы с вами собрались сегодня для того, чтобы, наверное, отдать частичку души своим любимым вожатым. Быть может, увидеть их на сцене и понять о том, что как было круто вместе с ними все 21 день. И поэтому давайте поучимся, как будем аплодировать своим вожатым. А чтобы, как говорится, увидеть, как это смотрится, давайте наших любимых вожатых позовём на эту сцену. Голос за кадром! О, вжатый! Малая аплодисменты! Голос за кадром! Голос за кадром! Голос за кадром! Голос за кадром! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видимо, сегодня, чтобы я не устала, мне уже поставили диванчик. Но сидеть, наверное, нам не придется, потому что сейчас я на эту сцену приглашаю художественного руководителя лагеря «Орбита» Ковалева Александра Сергеевича. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, Орбита! Привет! Привет! Вы знаете, вчера у нас прошел большой спектакль, посвященный Пушкину. Пушкин жив. А мы хотели бы наградить тех актеров и актеров и актрис, которые нас удивили больше всего. Вы помните, у нас же была премия АСС. Там мы награждали лучших актеров, лучших актрис. И вот у нас есть еще несколько грамот. Итак, в номинации лучший актер второго плана спектакля награждается Павел Маслов. Молодец! 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 Маша, ты был крутой! Это очень здорово сыграть вот где-то там на втором плане и вот так вот запомнится. Стой, Паша, стой. И еще один актер второго плана, лучший актер второго плана спектакля, тоже Павел Башкарев. Молодец! Он идет, говорим ему, что он молодец! 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 Мы неотразимы были все лицеисты, не только Павел, но Павлу повезло больше всех. Павлом. Павлом. Лучшая актриса второго плана спектакля, Александр Адашкевич. Актив у нас Александра. Банда Бронов. Так, первый отряд где Александра? Ну, я там Джеки Казаховой, а она потом передаст Агнец. Уехала на мир. В смысле уехала? Уехала. Уехала. Победитель премии АС в номинации лучший актер спектакля, Андрей Гаврилов. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец! Ух! Молодец! Ух! Молодец! Ух! Молодец! Ух! АПЛОДИСМЕНТЫ И есть у нас очень редкая номинация, очень редкая. Мы все ее вручаем, ну, очень редко, действительно. Может быть, там раз в два, в три года. И здесь мы не могли это отметить. Лучший актерский дуэт в спектакле. Софья Федорова, Димафия Широпова. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Молодцы! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уходите. Вот аплодисменты. Потому что сегодня эта стена принадлежит нашим любимым божатым. И сейчас, прямо сейчас на эту сцену выйдут девчонки, божатые, которые все время были на этой сцене. Постоянно мы учились у них чему-то, а то, что они умеют, вы увидите прямо сейчас. Итак, танец, который называется «Дролля». Встречаем губами аплодисментами! Губами, дети губами! 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 Дарью ты вам головы льём, Стрётся, где паку рожится, И не мгновается воду, И не только, как кажется, И с тебя, и ромка столь, И без тебя мне боятся. И не только, как кажется, 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 Я вспомнил, наверное, как происходит вечер на дискотеке в первом отряде, да? Но сейчас я предоставляю слово воспитателю первого отряда, Одинцовой Татьяне Анатольевне, которая просила его, и мы ей его даем. Итак, подборные аплодисменты Татьяне Анатольевне выходит. Здравствуйте. Нужен микрофон? Микрофон вам дам? Подождите, я же слово предоставила Татьяне Анатольевне, а вы кто? Вы Татьяна Анатольевна? А, ну это первый отряд. Аплодируем, тогда первого отряда. Вчера на премьере обозначали, что будет сюрприз, и мы хотели бы вот с этих сюрпризов начать. Хотели бы подарить вот такой памятный ежедневник создателю мюзикла Ковалеву Александру Сергеевичу. Хотим пригласить вас сюда. Да, здесь просто этот ежедневник, ну он как бы тематический, во-первых, да, здесь есть не только Пушкин и его стихотворение, но а также здесь еще есть самое ценное, это отзывы детей, которые мы собрали со всех героев. Очень круто. Спасибо вам! Ну и стихотворение, которое родилось буквально сегодня, мной хотелось бы его зачитать. Конечно, обращение на ты, извините, пожалуйста. Мы помним чудное мгновение, их подарил нам просто ты, как мимолетное видение, как дух бунтарской высоты. Мы растворились в каждой строчке, а Ковалевым был отряд. Ты муза, Седлава, точка, спасибо за такой заряд. Большой, 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 да, это субавый, почитайте, мы здесь будем, там очень... Очень круто, что много, все. Ну и конечно, мы хотели бы подарить вот такую вот свечу, она вот, да, мы зацарай, чтобы еще больше не было. А где перо? Перо! Ну, в следующий раз будет перо. Ну, также мы еще хотели, также хотели поблагодарить хореографа, который тоже внес очень огромное количество энергии в этот мюзикл, Катю Иоаннычеву. Ты точно пойди сюда. Вот эта вот баночка здесь, ну, так как ты понимаешь, что ты скоро на море поедешь, тут вот ракушечки, все дела. Да, она еще, кстати, вот баночка-светильник. Да, вот это вот так подвешивается все. Ну и здесь, конечно, отряд писал записки, записки тебе. Вот, мы тебе ее пока не дадим, потому что мы хотим, чтобы ты полетала. Давайте быстрее! Не уроните! Пишите крепко. Ну и следующая свеча. Я хотелось бы, хотелось бы ее подарить директору лагеря, потому что, извините нас, но мы не знаем, скорее всего, не удалось оттереть эту надпись. Поэтому образы большие. Ну, это вот будет напоминание, чтобы вы нас поддерживали дальше. Спасибо. Спасибо тебе за это, когда я ее поддерживала. У меня, поскольку не получилось, я буду сейчас включать одна мою из лучших воспитателей смены. Ну и, конечно же, следующая свечка, как бы, по праву принадлежит человеку, который очень много трудился. Ну, так получилось, что мы решили поощрить, как бы, вообще хотелось всех поощрить, вот, всех наградить. Да, но этот человек, ему очень много приходилось трудиться, и, пожалуй, без него бы не получился мюзикл. Это наш Пушкин, это наш Тимофей, Тимофей Широков. Он очень огромное количество треков, он работал над собой, он вырос на этой. Ну, вот, спасибо огромное Блинниковой Марине за поддержку, за работу с актером. Спасибо огромное. Ну, и последняя свечка, это, конечно же, наша любимая Женя Казаковой, которая тоже сшила, красила. Вот это подстава, это на мужчину похожую. Ты лучшая! Да, я свечку подержу. Ой, как-то неудачно вышло. Не родите! Хватит, 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 хватит опустите меня. Спасибо всем большое. Дом, как ты у нас проничал, номинированный, поздравляю. Спасибо всем большое. И вам спасибо, первое. Спасибо, 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 спасибо за спектакль, спасибо за добрые слова, спасибо за эмоции, спасибо за смену. Ну, в общем, спасибо. И, наверное, для всех вас и всех детей, взрослых, которые находятся в этом зале, сейчас прозвучит песня. Самое удивительное и, наверное, самое дорогое, это то, что девчонки вожатые, которые приезжают в лагерь впервые, и на самом первом концерте вожатых, они чувствуют себя очень скованно, неловко. И когда к концу смены они раскрываются, ты понимаешь, что каждый, кто приезжает к нам в лагерь «Орбита», талантлив, и талант здесь у него удваивается. Итак, на сцене Ирина Бахаева со своей песней, которая называется «Звонки». Встречаем бурными аплодисментами! Встречаем бурными аплодисментами! Встречаем бурными аплодисментами! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Орбита, я люблю тебя! Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 По ногам ему! Вечеринцы! Позвольте! Вечеринцы! Вечеринцы! АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спортсмен? Да. Третье взрослый. Здесь не надо сильнее, быстрее, выше. Здесь не надо. Да. Ну и наобья. До сюда. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Шарок из правой ноги, держусь в племянь, давай Ногами шури и у ног не разевай Свободнее, вот так, и два шага вперёд Тебе пришлось побежать и поторвать Я люблю буги-буги Я люблю буги-буги Я люблю буги-буги Я люблю буги-буги Я люблю буги-буги, я тасую Я зверь Воспом, стоящий в стилях, и сталь Нужно, приятель, амбанно танцевать Ты должен знать, что такое канадский стиль Здесь всё живет, но здесь не только никогда Есть атомный человек с гамбургами Попробуй бы на ручке самарит из-за того Ты люби буги-буги Ты люби буги-буги Аплодисменты! Молодцы! Знаете, наши вожатые очень часто представляют себя на месте ребёнка И когда они говорят о том, что, интересно, вот если бы я был ребенком, то как бы поступил в той или иной ситуации? Ну, в общем, каждый из вожаток представил себя ребенком. Встречайте, на этой сцене миниатюра «Если был бы я ребенком!» Будьте аплодисменты! Они работают без микрофона, поэтому полная тишина. Ой, они с микрофоном. Аплодисменты! Если бы я была ребенком, я бы была Андреем Гавриловым. По ночам танцую в холле «Барыню». А если бы я была ребенком, то я бы была Полиной Лютиной. А если бы я была ребенком, я бы была Дениска. А если бы я была ребенком, я бы была Дениска. Денисом Ольховиковым «Папа, привези мне пасту мятную». А если бы я была ребенком, я бы была Аней Лукониной. Я в мелодии истинаю, но перед словом «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Если был бы я ребёнком, я бы был Ульяной Чудаевой. Всех парней перекидало 46! А если бы я был ребёнком, я бы был Босков Космос. Восемнадцать поменяю на Сатурн! А если бы я был ребёнком, я бы был Виталием Лушниковым. Разобью я Саши Чайник в грех без грех! Если бы я был ребёнком, я бы был Соней Глушенковой. Не дралась на этой смене я почти! Не дралась на этой смене я почти! А если бы я был ребёнком, я бы был Соней Глушенковой. А если бы я был ребёнком, я бы был Соней Глушенковой. Ну что ж, а теперь перейдём к нашим лучшим тройкам. Тройка сезона в номинациях. Итак, я объявляю результаты социологического опроса второй смены лета 2019! И так, первая номинация «Самый добрый воспитатель». И третье место занимает Максим Загинович! А на втором месте Марина Блиникова! И первое место, вот я согласна, добрейшей души человек. Ну, поэтому у неё всё так круто. Одинцова, дадите! Ну, как вы сказали, здесь не сказали! И третье место присуждается Настя из четвёртого века! На втором месте, ой, какое-то животное коза. Коза положение! Потому что первое место на этой смене досталось... Нет! Досталось... Даши Мальковы! Даши дети! Ну, не знаю, возможно. Андрей Кадрилов даже встал, видимо, этого он забирал за неё. Да? Андрей, Андрей. Ну что ж, а девчонок обожатых? Давайте, наверное, перейдём к самому гламурному вожатому! Итак, самым гламурным вожатым считается... Павел из четвёртого! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ча, что-то только третьи места... Даже первые не уходили! На втором месте... Ой... Никита Баранова... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Языки-дулин, да? Да? Настя, Даша Языки-дулин, да? Женя Языки-дулин, да? Ира Языки-дулин, да? Ну, то есть, хоть кто Языки-дулин, А теперь влюблённая парочка среди детей. И на третьем месте сразу две пары. Ой, мне очень нравятся эти дети. Это Широгов и Киргизов. Это правда? Здорово, я делаю вид, что ты не слышишь. Это правда? Потом сдержу. Значит, правда. Я говорю, мальчишки, они, девчонки, они сказали, да, правда, или нет, неправда. И с ними вместе разделили третье место Киселёв и Злобинова. А, ты-ка, Киселёв? Киселёв? А, это мистер, да? Кирилл, да? Да, да, да. Подождите, а где Злобина? Да, да, да. Давайте я спрошу. А, ну сидят вместе, значит, правда. Не буду даже спрашивать. Итак, на втором месте пара Лакоши и Поташкевич. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это правда! АПЛОДИСМЕНТЫ И так, в нормальном месте вместе с ними разделили Потапчик и Башкарёв. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ МОЛОДИСМЕНТЫ МОЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Машки, ты молодец. В общем, я знала, что вы с Руси на первое место поставили. Но не могу вам не сказать, кто же на первом месте. Маме сегодня обязательно напишу. Шоик Наста исчезает. Я спрошу у первого отряда, что это правда? Я у первого отряда спрашиваю, что это правда? Ну, значит, вы видите, вся моя статистика истинная правда на 100%. Ну, что ж, под эти эмоции и бурные аплодисменты я говорю. Ну, что ж, добрый вечер, дорогие друзья. С вами сборная вожатых по КВН. И мы начинаем! А первая наша миниатюра, Лариса Николаевна, говорит подменам вожатых, кто на какой отряд пойдет. Здравствуйте, уважаемые господа педагоги. Смотрите, кто у нас сегодня идет на 9-й отряд? А, на 9-м сегодня никто не на выходном. 7-й отряд. А, на 7-м у нас Никита Баранов. Мы с ним вчера договаривались. Так, 10-й отряд. Нет, ребят, там Даша Малькова. А, сегодня первый у нас не прикрыт. Кто на первый? Случай в первом отряде. Ох, Настя. Теряю ее. Зайка моя, ну что случилось? Ну скажи мне. Меня никто не любит. Настя, как тебя никто не любит? Скажи мне, ну как такое золото можно не любить? Настя, ну понимаешь, Настя, должно прийти время. И к тебе приедет принц на белом коне. А, давай туда съездь. А, теперь давайте представим случай в Пионерской. Димочка Самохов. Бориса Николаевна, Димочка, ты был такой молодец на первой смене. Димочка, ты вел дискотеки. Ты сидел за пультом на концертах, за место вулк. Ты даже держал бонусы на линейках. Димочка, ты даже заменял рагу. Димочка, на второй смене для тебя есть особое задание. Димочка, помой кастрюлю. А давайте представим случай в третьем отряде. Максим Иванович, почему горелым пахнет? Так это у нас там трава горела, мы ее потушили, все нормально. Почему мясом-то пахнет? А это Настя Буряева и осел сгорел. А теперь давайте представим доклад врача на планерке. Уважаемые господа педагоги, по количеству детей мы уже выяснили. Медработники, вам есть что сказать? Да-да, конечно, я тут вкратце накидала. За вчерашний день Иванов сломал палец, Петров насморк, Сидоров рука сломана, Карцев сломал ноготь, Перухин сильный жар, Тарасов сломал палец на ноге, Табуреткин сломал руку, Астафьев сломал ребро, Поборов, у него живот вообще болит, Лавров сломал палец, а в целом динамика положительная! Все та же, Настя Пыряева плачет. Настя, солнышко, ну что опять случилось? Мне конфеты шоколадные нельзя, А так хочется! А еще ко мне в крест должен был наслед приехать, Так озел сгорел! Я его спасала и порвалась! Что? Что ты порвалась, Астафьев? Олег Александрович приехал с выходного И учит других физруков, Как правильно вести зарядку. Привет, мужики! Короче, я там был на выходном, Посмотрел такой видос, Вот такая зарядка в других лагерях, Короче, запоминайте, что надо. Во-первых, надо вот такие черные очечки, Потом вот такую вот шляпку, Вот здесь вот свисточек висел, На них секундомерчик был, Обязательно футбол, Как раз на белой сланце, Вот такие вот штанишки, Сзади меня такой подиум здания, Вот такое стоит со стеклами, Впереди меня двухэтажное здание, Со стеклами я весь такой, С пакетиком, обязательно? Вот! Ну и обязательно, конечно, бубен. Михаил Александрович, А вы скажите, А дети где? Какие дети? Обычный вечер в Пионерской. Ну сколько там уже? Триста! Так вот, а здесь должна была быть Шутка про каратиста! Сразу после отъезда проверки Пятого корпуса. Господа педагоги, Я хочу вас поздравить. Проверку с вами мы прошли, Комиссия уехала. Так, Максим, Снимай папье-маше со всех дырок. Даша, скручивай баннер. Вероника, Убирай все обережки с окон. Павел Иванович, И трубу вы можете тоже Уже не держать. Отопление перекрыли, Все нормально. А, первый отряд. Ребят, скажите, пожалуйста, Чтоб стена, которая ходит, Вот так, Они ее больше не держали. Вечер после премьеры Айда Пушкин. Первый отряд. Свиньи насорили здесь. Стуль я оставил, Или кто будет убирать? Куда вожатые смотрят? Так, скажите мне, Кто это сделал? Кто? Ирина Ивановна, Это Патриденный. Патриденный. Так, скажите Паше, Что боевое в лагере больше не видело. Так он у нас и не работает. А, да? А какой Патриденный? Илья? Саша. Ой, Саша Патриден. Вывозите Илью. Второй месяц, Как Александр Сергеевич И Павел Иванович Работают не в одном помещении, Потому что Павел Иванович Уехал в пятый корпус. Смотрим. Александр Сергеевич Павел Иванович Паша, Саша. Чайник верни, А то будет как Самохова. Обычный вечер в инфоцентре. Павел Иванович, Ну и сколько там? Триста. Кстати, надо узнать в Пионерском, Что это за шутка-то такая, а? Случай на арке. Здравствуйте, Олег Александрович! Здравствуйте, дети. Что там у нас сегодня на полдник? Булочки и апельсинки. Мои любимые апельсинки и булочки! Санитарный день! Санитарный день! Максим Иванович, Максим Иванович! Сигнализация сработала! Ну и что? Максим Иванович, ребенок пропал! Ну и пусть. Максим Иванович, Максим Иванович! У нас двух ножных не хватает! Как не хватает двух ножных! Теперь можно все на сцену, да? Все на сцену, можно лирическую музыку. Саша Пестов хочет обратиться к Ирине Владимировне. Максим Иванович, Максим Иванович, Максим Иванович, на третьей смене работал в лагере горный. И туда он перевез свой мангал из-за спортзала. Там он катается на мотоцикле с улиц. Там он гладит кроликов в живом уголке. И каждый день у Константина Чебанова там показательный антон. Ирина Владимировна, мы хотели вас очень сильно попросить. Пожалуйста, мы по нему скучали очень и очень сильно. Мы хотим, чтобы он вернулся к нам на четвертую смену и работал в нашем подружном педагогическом коллективе. Ирина Владимировна, ну там 200 тысяч всего! Пожалейте, человека! Ну, станьте выручителем Георгиевна! А теперь давайте представим случай в арбитовской столовой. Подходим, питаемся! Басота орбитовская! Погрызли кирешки, погрызли макарой. Что у тебя, пуглый? Галина Алексеевна, здравствуйте! Здравствуйте! А суп у нас сегодняшний? Я тебе больше скажу, он еще и завтрашний! Иди отсюда! Ой, шикасненький! Галина Алексеевна, а с чем сегодня пирожки? С яблоками? Такой урон ганнибал! Ну и что, все верно! Это у вас гуляж? Это гуляж, вот гуляж! Иди отсюда, только надоедает мне! Ой, Ирина Ивановна, а что вы тут делаете? Пообедать пришла. Так вы же вроде вчера ленивые голубцы ели. А, так это не мне, это самого вы, Димки! Слава Богу! А теперь давайте представим идеальное утро Макса Ивановича Сумина в орбите. Десять минут до отбоя. Солнышко какое красивое, облачко. Так и хочется сказать. Боже, Спартак храни, дай ему силы, Чтоб победил он во имя Москвы. Боже, Спартак храни, дай ему силы, Чтоб победил он все клубы страны. Московский Спартак! Московский Спартак! А с вами была сборная, уважаемых Покоменов! Спасибо, Макс Люба! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ МОЛОДИСМЕНТЫ МОЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, я думаю, да, все узнали, может быть, себя, может быть, ситуацию, в которой попадали они за эту смену. Ну а сейчас московский «Спартак» точно так же, как проявился, так же и исчезли. Ну что ж, я думаю, что вы уже соскучились по нашей маске. А маска соскучилась по вам. Встречаем аплодисментами! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Аплодисменты! Субтитры Алексею Дубровскому! 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 Аплодисменты! Субтитры Алексею Дубровскому! 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 Встречайте, это все про орбиту. Бурные аплодисменты. Ещё один сезон уходит, Вторая смена позади. Но тот, кого судьба с орбитой сводит, Её не может вам забыть. Падутка старая орбита Опять прощается с тобой. И сердце снова окажется разбитым, Когда вернёшься ты домой. Но ты не грусти, мы найдёмся в контакте, Просни-то у всех, обетим себя. Друзья, давай, ты два дня вина, Это кусочек тебя. Уже сезон идёт на ходу, И флаг орбиты будет снят. Но в парк придёшь к центральному входу, И снова встретишь свой отряд. И ни к чему теперь не смело Стоять с путёвкою в руке. Заговорит с тобой наша смена На виртуальном языке. И ты не грусти, ты найдёшься в контакте, Скопируешь всё, отметишь себя. Ты ставишь сердце, мы планеря орбита, Это кусочек тебя. Это кусочек, кусочек тебя. Спасибо, спасибо большое. Действительно, я думаю, каждый из вас эти слова примерил на себя, Потому что, действительно, ведь лагерь орбита это... Кусочек тебя. Ну что же, мы продолжаем. И у нас сейчас, как мне подсказывают, Следующий номер под каким-то странным названием «Тени время». Ну ничего, я тогда вам предлагаю узнать ещё кое-что из статистики. Итак, самая вкусная еда в лагере орбита. И на третьем месте, по мнению детей, оказался плов. Ну судя по вашим прописментам, действительно, он на третьем месте. На втором месте куриные котлетки. И победителем становятся оладушки. Это действительно игра. А вот теперь, внимание, всё позитивное закончилось, Остался один не очень позитивный момент. А отрицательный момент лагерной жизни. И на третьем месте у нас футбол между первым и вторым отрядами. А что-то произошло, Андрюша, что-то произошло? Щербатов кому-то сломал руку? Не Щербатов. Поклетенный, он же не самый грачливый. А кто сломал руку? Юра Щербатов. Ну, значит, я всю правду сказала. Юра, Юра, береги себя и тех, кто рядом с тобой. Итак, на втором месте в отрицательный момент лагерной жизни входит очередь в душ. Людина, она очень огромная. И, внимание, на первом месте самый отрицательный момент. Я не могу. Показательный отбой. Ну что ж, мне кажется, номер в тени время кончился. И уже наступает очередь следующего момента. Если вы еще не готовы, как-то обозначьте мне. А если готовы, обозначьте тоже. Потому что сейчас, как я понимаю, у нас кто-то должен быть. А может быть, никого и нету. Ну, в общем, давайте встречать наших любимых вожатых аплодисментами. Аплодисментами. Аплодисменты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА